Как правильно осуществить пассажирские перевозки? На этот вопрос нам ответили сотрудники ГИБДД по Прикубанскому району, которые провели профилактическую операцию под названием «Пассажир». Она направлена на предотвращение нарушений при перевозке людей. Данная акция прошла на участке дороги между Черкесском и Хабезом. Подробности узнавал Аслан Гирюгов. Данная профилактическая операция проводилась с участием транспортных средств, зарегистрированных на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки. У водителей проверяли все необходимые документы – наличие аптечек, огнетушителей и тахографа, которые регистрируют скорость, режим труда, отдыха водителей и членов экипажа. Делается это для того, чтобы снизить рост дорожно-транспортных происшествий, которые, к сожалению, имеют место быть на территории Карачао-Черкесского района. Вот сейчас буквально мы остановили транспортное средство, перевозящее пассажиров. При проверке документов на право управления транспортным средством у водителя данного транспортного средства было выявлено нарушение права дорожного движения, а именно отсутствовал тахограф. То есть это является нарушением режима труда и отдыха. Это очень важный аспект, который необходимо соблюдать, и отсутствует тахограф. Это считается очень грубым нарушением, за которое гражданин понесет соответствующую ответственность. Кроме этого, инспектор по пропаганде затронул актуальную тему, касающуюся машин с абхазскими и армянскими номерами. Ведь за последнее время их становится все больше и больше на территории не только нашей республики, но и всей страны. Да, в последнее время очень часто задают вопросы касаемо транспортных средств с иностранными государственными регистрационными знаками, зарегистрированными в странах Евразийского экономического союза именно на гражданах Российской Федерации. Владелец такого транспортного средства обязан зарегистрировать транспортное средство после 10 дней со дня ввоза на территорию Российской Федерации. Садясь за руль автомобиля, человек несет ответственность за жизнь тех людей, которых переводит, и данная акция должна напомнить каждому водителю об этом. Аслан Гирюгов, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево, Черкесия, Прикубанский район.